Всем привет, это Али Кру, Армения глазами релакантов. Наша сегодняшняя тема будет с одной стороны оторвана от новостной повестки, с другой постоянно присутствовать в ней, если брать, разумеется, новостную повестку двух не чужих нам стран Армении и России. Армяне и россияне смотрят на эту тему с разных углов, но тем не менее одинаково воспринимают ее как угрозу для своих стран. И эта тема туранизм или проект Великий Туран, который якобы хотят построить тюркские народы и, разумеется, Турция с ними во главе. Армяне видят свою страну просто как кость, последняя кость, застрявшая в горле у огромного туранского волка. Именно волк используется пантюркистами в виде своего символа из-за очень-очень древних тюркских легенд, то ли о белом, то ли о сером волке, который вел за собой тюркские племена по просторам Азии. Собственно, символ туранистов волк и не зря они показывают вот такой же с пальцами ради всего святого. Не делайте этого в Армении. Это только с целью демонстрации. В Армении это вызовет огромный конфликт. У армянского общества есть очень четкое ощущение и страх, что как только Турция и Азербайджану удастся сомкнуть свои зоны контроля в Зангизуре, проект Уран выйдет на пик своего развития. Но так ли это? Давайте обсудим это без мифов. Мифы, кстати, есть и в России. В России видят в пантюркистских идеях основу для потенциального сепаратизма, татарского и башкирского. И уже на основе этого строят собственные конспирологические версии. Например, мне приходилось читать в Z-каналах дыре для мигрантов в Оренбургской области. Якобы там через коррупционные схемы в миграционной службе получают российское гражданство за взятки. И это придумано якобы исключительно для того, чтобы построить как будто бы мост между Казахстаном и Тюркскими республиками России и таким образом отторгнуть их целиком вместе с Оренбургской областью, которая отделяет Казахстан, от мусульманских районов. Звучит зловеще, но, разумеется, никаких существенных подтверждений этому нет, кроме тезиса о том, что всем известно, Турция стремится к построению Великого Турана. Имперские амбиции Эрдогана стали штампом, и те, кто его упорявляет, редко задумываются, какую же именно империю хочет построить Эрдоган. Многие ответят, что османскую, ведь именно ее в Турции считают высшей стадией своего развития. Но давайте посмотрим на карту Османской империи. И, как вы видите, в нее входили территории, в основном расположенные на юг и запад от Турции. Это Палестина, Египет, Ливия, а еще Балканы, Крым и Приазовье. А вот территории к востоку от современной Турции на этой карте почти нет. Даже в Баку Османская империя владела очень недолго, на рубеже XVI и XVII веков. После этого эта территория вновь перешла под контроль империи сифивидов. Кстати говоря, очень интересная была страна на территории нынешнего Ирана, но правящая династия в ней общалась на тюркском языке, близком к нынешнему азербайджанскому. Можно сказать, что это действительно древнее азербайджанское государство. А вот уже в XIX веке эта территория вошла в состав России. Но подождите, мы же помним, что совсем недавно Эрдогану преподносили в подарок карту, на которой отмечена вся Центральная Азия и даже значительные территории России, как некий тюркский мир. Что это? Ну, сам даритель, лидер партии националистического движения Турции Девлет Барчели, называл эту карту картой тюркского мира. И в целом, с тем, что на ней изображен тюркский мир, сложно поспорить. Действительно, все отмеченные территории в той или иной степени заселены народами тюркской языковой семьи. Двугаузов из Молдовы до якутов, тувинцев и хакасов в России. Собственно, та же карта, мы ее можем вам показать с более точным выделением мест расселения этих народов. Как видите, достаточно большие территории просто пустуют, потому что непригодны для жизни. А тюркский мир и Туран это одно и то же или нет? В целом, да. Но слово Туран имеет более романтичный оттенок. Это Великая империя прошлого, которая, впрочем, никогда не существовала. Вот посмотрите на карту. Это немецкая карта середины 19 века и она называется карта Ирана и Турана. А в пояснении указывается, что имеются в виду Персия, Афганистан, Белуджистан и Туркестан. Последний термин широко применялся в России в отношении центрально-азиатских территорий, входивших в ее состав. А сам же термин Туран, как пояснил Али Кру, антрополог и историк Сергей Абашин, по всей видимости, персидского происхождения. Кстати, вы вряд ли задумывались, что знаменитая опера Турандот имеет отношение к этому слову. Имя жестокой принцессы, вокруг которой строится повествование, переводится как дочь Турана, хотя сама она, как известно, из Китая. Давайте посмотрим небольшой отрывок. Субтитры создавал DimaTorzok Не случайно, что в сюжете присутствует и тюркский царь Тимур из Астрахани, которая тогда была самостоятельным хантом. Но в какой же момент географическое название начинает наполняться новым содержанием? На самом деле, не когда-нибудь, а именно в конце 19 века, начале 20 века, когда абсолютно везде в Европе набирают силу националистические идеи, в том числе в Туранской империи, где все больше людей приходят к выводу, что удерживать под своим контролем столь разные народы, армян, греков, арабов и турок, не получается. И вот в 1896 году на турецкий язык переводят популярную книгу французского автора Леона Кахуна «Видение в историю Азии, турки и монголы». Она очень подстегивает интерес к идее, что у турок из Стамбула и Анатолии есть родственники к югу от Каспийского моря, к тому же они восходят к тем самым легендарным чингизидам. Эта идея очень нравится как самим туркам, так и их родственникам, интеллигентам из Крыма, Казани, Азербайджана, которые предпочли Стамбул Российской империи. Не случайно, что одним из родоначальников подтюркистских идей стал азербайджанец из города Сальян Али Гусейн-Заде, который учился в Санкт-Петербурге и боролся за создание единой мусульманской партии в России, а разумеется, мусульмане в России зачастую тюрки. Тогда это еще не было мейнстримом, но Гусейн-Заде уже тогда включил в глобальный туранский проект венгров. Споры об их этногенезе идут до сих пор, но, по крайней мере, нынешнее руководство Венгрии с удовольствием принимает версию про общие тюркское прошлое. Господин премьер-министр, добро пожаловать на казахскую землю. В Казахстане хорошо знают и уважают вас, потому что вы Кыпшак по происхождению. Можно сказать, что вы приехали на родину предков. Несомненно, данный визит придаст новый импульс сотрудничеству между двумя странами. Всегда приятно возвращаться домой. Венгры с большим удовольствием приезжают в Казахстан, потому что нас связывают тысячелетние общие корни. Давайте почитаем, что писал Гусейн Заде в своем стихотворении «Туран» в 1904 году. «Вы венгры нам, братья! Происхождение наших праотцов общее, Туран! У нас одна религия, мы почитаем справедливость! Разве могут Библия и Коран разделить нас? Чингисхан держал в страхе весь мир. Тимур правил им, как царь царей. Все цезарь всех земель покорились им». И вот уже эти слова вдохновляют на размышления человека, которого называют отцом турецкого национализма или даже туранизма Зию Гекальпа. Кроме политического активизма, он был поэтом и философом. Его очень любит Эрдоган, кстати говоря. И вот для журнала, который был турецким, но издавался в Салониках, «Генч Калемлек», что означает «Молодые перья», Гекальп пишет собственное стихотворение о Туране. Вот оно на экране, и там такие слова. «Огус Хан, он идол моего сердца, Родина тюрок, Не Турция, Не Туркестан, Это великая и вечная земля Туран». Уже позже, в 20-х, тот же Зия Гекальп напишет более объемный труд, он будет называться «Принципы туранизма». И в первой же главе он будет рассказывать, что когда он приехал в Стамбул в том самом 96-м году, первая книга, которую он купил, была «История Леона Кахуна», которая была написана как будто для того, чтобы возвеличить идеалы пантюркизма. Затем он встретился с Алибием Гусейн Заде и изучил его взгляды на туркизм. Кстати говоря, интересно, да, сейчас, когда Турция и Азербайджан так рьяно борются с Францией, французским влиянием, выясняется, что туранизм, как идея, возник во многом благодаря труду французского автора. Ну, что ж, такая вот ирония истории. Разумеется, понимание пантюркизского проекта у разных людей было разным. Кто-то считал, что он должен быть связан с исламом и включать только исламские народы, а, например, гагаузов, которые не мусульмане, не должен. Кто-то считал это необязательным, кто-то разделял термины туркизм и туранизм, где туран это что-то, что включает в себя еще и венгров, например, а кто-то считал, что нет, все-таки должны быть именно тюркские народы, которые говорят на похожих языках. Так или иначе, книга Гекальпа ляжет в основу мышления нового турецкого государства, которое было построено, кстати говоря, на отрицании старого. Вот посмотрите на иллюстрации в газетах того времени. Ататюрк представляет Турцию странам Европы, и Турция в виде маленькой девочки. Согласитесь, обычно родину рисуют в виде матери, а тут родина это дочь. Почему дочь? Потому что считалось, что Турция переживает такое глобальное обновление, и вот старая Турция совсем ушла в небытие, и теперь новая Турция это просто ребенок. И вот этого ребенка, а Татюрк, например, на этой картине, которую вы сейчас видите, учит чему? Учит латинскому алфавиту, который он вел вместо старого османского письма. Итак, мы выяснили, что Османская империя, это в основном на юг и на запад современной Турции, а Туран скорее на север и восток, причем до самого-самого ледовитого океана. Получается, что османский и туранский проект, они не анонимичны, а скорее анонимичны друг к другу. И можете догадаться, что современная Турция просто манипулирует этими двумя проектами, желая развивать свое влияние и на Ближнем Востоке, и на Балканах, в Африке, в Центральной Азии. И она просто под каждое свое действие подставляет то другую, то иную, так называемую историческую справедливость, которая, разумеется, просто манипулятивный термин никакой исторической справедливости не существует в принципе. Что же касается пандюркистских идей, то относительно Крыма и Кавказа вроде бы еще понятно. В конце концов, они действительно находились какое-то время под контролем Османской империи и в целом турок. А что же с Центральной Азией? Вот вообще Туран на них распространяется? И есть ли там вообще влияние какое-либо Турана? Давайте дадим слово антропологу Сергею Абашину. Конечно, как минимум последние сто лет тема общих корней между Турцией и народами Центральной Азии присутствуют. До этого влияние тоже было экономическое и религиозное, так как Османская империя считалась халифатом. Символичным моментом было участие одного из лидеров младо-турок Энвера Паши в организации басмаческого движения в Центральной Азии. Можно сказать, что эта идея жива до сих пор, но дальше начинается но. Влияние, о котором мы говорим, никогда не было абсолютным. И скорее, если шла речь о формировании некого общего пространства, то это было пространство самой Центральной Азии, иногда включающей в себя Татар и Башкира, а также Сындзян. То же самое можно сказать и сейчас. Жители Центральной Азии хорошо понимают, что если они признают себя частью пантюрктистского проекта, то они займут в нем периферийное место. При этом у них самих есть собственные значимые эпизоды истории и культурные достижения, которые формируют свою собственную Центрально-Азиатскую или Туркистанскую общность и идентичность. Схожие мысли выразил и другой наш собеседник, политический аналитик из Узбекистана Рафаэль Сатаров, но уже с более четкой привязкой к нынешним событиям. Евразийские и российские интеллектуалы в 20-е годы, они когда рассуждали о пантюркизме, они всегда говорили, вот у них есть четкие слова, что любой пан, панславианизм, пантюркизм, это продолжение одного национализма, расширение границ одного национализма. Здесь, конечно же, ты прав, это будет скорее периферия. И в данный момент, учитывая весь Турции экономически, политически, конечно, Турция будет главенствовать, но здесь против чего эта армия должна следоваться, против каких-то угроз. Это пока звучит сумбурно, честно говоря. И вряд ли в среднесрочной перспективе, в среднесрочной перспективе это возможно реализовано. И более того, в самой Турции, в самой Турции, да, еще после Эрдогана, да, мы еще не знаем, какая политическая ситуация сложится. Здесь могут произойти и кардинальные события. И сама Турция, учитывая ее историю, экономические связи, она всегда сосредоточена, а ее взоры обречены только к двум регионам более сильно, да, это Европа, Балканы и Ближний Восток, да, и не более того, и у турецкого... Иными словами, турецкий имперский проект – это проект Османской империи. Ну, я не столько про Османской, просто экономические факторы, да, там, транспортная, логистика, культурные какие-то связи, они все равно взоры прежде обречены либо на Ближний Восток, либо на саму Европу, да, как этот профессор Ахмед Таудоклу, бывший премьер-министр, он как говорил, что вот в любом случае Турция, хотите, не хотите, она будет в Европе, да, там, то есть играть в Европе, и больше экономические связи будут с Европой, нежели с тюркскими странами. И учитывая историю даже прошлого, ну, среднеазиатские, да, или центральноазиатские, тогдашние государственные образования, они не подчинялись от Атаманской империи, да, и династия Бухарского эмира Мангытов, она была второй влиятельности, по престижу династии после Османов, да, то есть если халифат в каком-то должно было восстановиться, то есть халифский титул вдруг, если прервется от Османов, то это должно было перейти к Мангытам, это настолько было такое. И наш правитель, это был в Анкаре, а не наоборот, да, атаманские силы никогда, как бы, не пересекали Амударью. В том, в государстве Центральной Азии, как я говорю, больше берет вверх именно региональной интеграции, больше обращений к выходу к каким-то транспортным коридорам, не более того, да. Все остальное это только для снимания, там, для снятия сливок, да, политических. Это очень краткосрочное. Что ж, кажется, теперь я могу выдохнуть и перейти от истории к тому, что мне обсуждать намного проще и привычнее. Это нынешние события и, скажем так, самая новейшая история, то, что происходило совсем незадолго до них. По моим наблюдениям, наиболее активное стремление к интеграции с Турцией проявляет буквально лишь одна страна, и это, конечно, Азербайджан. Собственно, в азербайджанском языке, как и в турецком, просто нет разделения между понятиями тюрок и турок. Они обозначаются одним словом. И здесь, может быть, нам будет интересно посмотреть запись совещания азербайджанской интеллигенции с участием Гейдара Алиева, еще в 90-е, на котором шел спор, как следует называть язык страны. Азербайджанский, азербайджанский-тюркский, либо просто тюркский. Давайте посмотрим отрывок. Эту встречу перевел на русский язык блогер Вадим Рутюнов. И целиком ее можно прочитать на его сайте «Антитопор». Я имею в виду посмотреть встречу и прочитать стенограмму. Но смеяться над азербайджанцами, которые находились тогда в поисках себя, как и многие другие народы постсоветского пространства, я бы не стал, потому что, собственно, они единственные, кто получил очевидные бенефиты от сближения с Турцией. Они рассчитывали на них, и они их получили. Поэтому, со своей точки зрения, они поступали исключительно правильно. Хотя, соглашусь, что заявления отдельных, особенно горячих сторонников подтюркизма, могут вполне иногда выглядеть комично. Например, мне приходилось читать совсем недавно в соцсетях «Спор» о том, можно ли считать первого турецкого космонавта Альпера Гезеров-Джи действительно первым. Ведь, например, казахи летали в космос, а они тюрки. И с точки зрения пантюркиста, радикального такого пантюркиста, это одно и то же. Кстати, а тюркский проект, пантюркистский проект, он имеет какие-то реальные, осязаемые, юридические формы? Имеет. И это, собственно, организация тюркских государств, которая зародилась еще в ранние 90-е, как инициатива лидеров, буквально молодых стран, только что получивших независимость от Советского Союза. И вот за это время они преобразовались в некий институт, но, надо сказать, институт еще достаточно слабый. Если не брать абстрактные вещи, как культурное пространство, близость языков и общую историю, то все международные организации все равно начинают определяться тем, имеют они национальные органы власти, которые могут быть выше национальных законов, или не имеют. Так вот, разумеется, в ОТГ таких законов нет, в отличие от Евросоюза, НАТО, ну или хотя бы с большой натяжкой Евросийского экономического союза. Там все-таки есть какие-то общие стандарты для отдельных категорий товаров и единое таможенное пространство. Более того, в организации тюркских государств таких органов, кажется, и не предвидится. Последним крупным достижением организации, которое было достигнуто в 22-м году, было включение Турецкой Республики Северного Кипра в список наблюдателей при ОТГ. А что это, собственно, значит, это ничего. Кроме, как считает Эрдоган, это еще один такой маленький шажочек к признанию Турецкой Республики Северного Кипра как независимого государства. Хотя, собственно, из этого и вышел конфликт, потому что страны Центральной Азии очень трепетно относятся к принципу территориальной целостности. Что же касается саммита ОТГ 23-го года, то его лозунгом стало слово «Турктайм». И это такая аббревиатура из слов традиции, унификации, реформы, знания, доверия, инвестиции, медиация и энергия. Еще на этом саммите, в Астане, кстати говоря, была принята программа «Перспективы тюркского мира-2040». Давайте прочитаем, что в ней говорится на сайте Азербайджанского информационного агентства с символичным названием «Туран». Содействие популяризации тюркского единства было определено в качестве первостепенной задачи, учитывая глубоко укоренившиеся общности в истории, культуре и языке и менталитете тюркских народов. Такаев подчеркнул важность согласования флагов и эмблем ОТГ и связанных с ней структур для создания целостной визуальной идентичности. Совместные инициативы, такие как продвижение телесериалов и анимационных фильмов, особенно ориентированных на молодежь через социальные сети, были признаны решающими для укрепления культурной близости. Синхронизация развития тюркских государств и установление единых стандартов и терминологии были выделены в качестве важных шагов по развитию торговли и сотрудничества между государственными членами. Реформы заняли центральное место в качестве третьего приоритета. Такаев предложил оптимизировать деятельность организации и усилить международную интеграцию. Среди предложенных реформ были назначения постоянных представителей в ОТГ, увеличение штата секретариата и укрепление сотрудничества в избирательной сфере. Кроме того, президент Такаев поддержал идею предоставления статуса наблюдателя организации экономического сотрудничества и выступил за сотрудничество с исламской организацией по продовольственной безопасности. Реформы, разумеется, все такие автократии в Центральной Азии, в основном, автократии говорят о реформах, как о таком вот недемократическом средстве развития. Но обычно реформах говорят, в итоге ни к чему особенно не приходят. Ну, короче говоря, это такие очень общие слова о чем угодно и ни о чем конкретно. Даже столь близкие, действительно экономически очень тесно связанные между собой государства, как Россия и Беларусь, несмотря на то, что они формально составляют собой союзное государство еще с 95-го года, тем не менее, они так и не создали и, как мы видим, не могут создать никаких наднациональных органов власти. Здесь их не будет и подавно, просто потому, что страны Центральной Азии, повторюсь, молодые страны, только что получившие независимость по историческим меркам, они очень ревностны к суверенитету. И они просто не хотят допускать кого-либо, Москву ли, Стамбул, Анкару, вообще кого угодно, к принятию важных решений для самой страны. Суверенитет – это такая священная крова. При этом давайте вспомним, что тот же Евросоюз построен на том, что государство как бы инвестирует часть своего суверенитета, ради некоего благополучного будущего. Но в Центральной Азии пока к такой форме просто не пришли, к ней не готовы. Кстати, наш собеседник Рафаэль Сатара вывел очень удачный термин, который называется «чиновничий пантюркизм». Давайте послушаем, как он сам его объясняет. Власти в данный момент пользуются, потому что у каждого тоже свои интересы. Допустим, для Казахстана это скорее оборонительная идеология, которая позволяет защититься от двух таких давлеющих соседей и навязчивых каких-то тоже геополитических концепций. Для Узбекистана это, я помню, во времена Каримова, когда пантюркистов объявляли чуть ли не экстремистами. Это буквально недавняя история 2009 года до 2012 года. Тогда за пантюркизм, и не только за пантюркистские какие-то настроения, даже турецкий бизнес очищался вообще по полной программе. Эта песня начинается вновь, это как в 90-е годы, вновь интеллигентство это пытается найти себя, а политики просто ловят хайп, сливки снимают и все. То есть я веду к тому, что в стране Центральной Азии может дойти до того, что элиты потеряют интерес к этому и опять вернутся к своим каким-то наработкам, да, как при Кариме было там духовность и нравственность, это та идеология, которая сейчас в России продвигается, администрация президента духовной ценности, это было Каримовское, это мы были первоначальными родоначальниками на постсоветском пространстве, хотя мы в чем-то перейти были. но это вот такая нету, если суммирует все это, в данный момент верх берет именно чиновнический панциркизм, бюрократический панциркизм, это панциркизм, который есть в головах, это очень сумбурный, но здесь надо четко понимать, нету идеологической такой, нету влиятельного какого-то интеллектуальной продукции, который продвигал бы это. Пока рассматриваете это как угрозу растущую, очень рано, пока это еще не сформировано, единое понимание, единое русло, чиновники просто двигают свои экономические проекты, исходя из этого, какие-то среднесрочные электоральные выгоды получать собираются от этого, но пока нету вот плана четкого на долгосрочную перспективу, и в этом плане пока берет вверх именно чиновнический панциркизм, да и элитный панциркизм, так называемый, вряд ли можно говорить, что это пока, как сказать, для Армении это пока еще не угроза. Да, периодически сам Эрдоган и его сторонники могут делать заявления, которые с такими намеками на исторические параллели, которые могут всерьез напугать. Например, в 22-м году, еще до начала Украинской войны, много шума наделало письмо контр-адмирала Джихата Ейджи, опубликованное в газете Яниша Фак. Это было после операции УДКБ в Казахстане, и вот, что он там пишет. Турецкие государства должны развивать свое сотрудничество не только в социально-экономической сфере, но и в военном плане. Создание такой структуры, как организация военного сотрудничества и обороны турецких государств окажет жизненно важную услугу тюркскому миру. Присутствие армянской армии среди стран, вмешивающихся в Казахстан под эгидой ОДКБ и проведение так называемых миротворческих операций, это событие, из которого весь тюркский мир должен извлечь урок. Суть в том, что туранская армия должна быть сформирована. Ну, понятно, что это звучит очень грозно и очень пугающе, но а что произошло с тех пор, кроме, если мы берем реальный мир, разумеется, а не какие-то желания отставного турецкого адмирала. А в реальном мире, например, министры обороны Армении и Казахстана буквально на прошлой неделе подписали план сотрудничества. И знаете, пока я готовил этот сюжет и пришел к выводу, что армяне и азербайджанцы просто одинаково преувеличивают и демонизируют друг друга. Вот тот же самый великий туран, который вот-вот возникнет и будет контролировать якобы половину Евразии, это просто отражение в зеркале мифа о всесильной глобальной армянской диаспоре, которая подкупает политиков, журналистов, добивается целей на глобальном уровне. При этом, если спросить какого-нибудь человека всерьез, смогут ли, например, армяне из России, Украины, США, Ирана и Франции действовать заодно, координировать свои действия, добиваться каких-то общей цели, то наверняка разумный человек ответит отрицательно. Разговоры о тюркском единстве будут идти до тех пор, пока от них будет смысл тем, кто их ведет. Странам Центральной Азии действительно нужно держать баланс между Китаем и Россией, искать новые, не связанные с Россией, логистические коридоры. Но культурное единство, о котором трубят на каждом углу, это скорее преувеличение. Да, турецко-азербайджанские языки примерно так же близки, как русский и украинский. А вот казацкий и турецкий уже как русский и сербский. А много ли вы видели фильмов на сербском языке? Много ли вы способны из них понять? И даже российские релаканты в Сербии, которых очень много, все равно предпочитают общаться на английском. Вот вам и все культурное единство. А говорить о тюркских регионах в составе России кажется еще бессмысленнее, потому что их возможность сепаратизма это всего лишь жубел, который используется российскими властями при почти полном отсутствии хоть каких-то сторонников этой идеи на земле, кроме совсем уж маргинальных, разумеется. Ну, масштабная русификация к тому же привела к тому, что людей, просто осознающих себя частью некой этнической общности, выходящей за пределы такой общероссийской. Их просто мало. Владеющих татарским языком и башкирским языком мало. И к тому же население настолько разбавлено, что, по-моему, угрозы сепаратизма не существует. И когда они говорят, это, опять же, потому что это кому-нибудь нужно, потому что это ведет к каким-то достаточно конъюнктурным политическим целям. Да, эксклюзивное сотрудничество Турции и Азербайджана во всех сферах есть, оно присутствует и оно, судя по всему, будет существовать до самого конца эпохи Эрдогана. А вот Турана в том виде, в котором его могут представлять себе армянские алармисты, скорее всего, не будет никогда. Что, впрочем, не означает, что Армения сейчас не стоит перед экзистенциальным для себя выбором. Армения на очень важном этапе своей истории, ей важно действительно устоять и сделать правильный выбор, но все-таки ситуацию и даже противника следует оценивать адекватно до самых мелких деталей. Так вот, Турана в том виде, в котором его представляют армяне и россияне в общем-то тоже не будет. Это скорее просто миф. Спасибо. С вами был Али Кру, Армения глазами релакантов. Редактор субтитров Корректор А.